всем привет сегодня я предлагаю вам связать тигренка и для этого нам понадобится черная пряжа оранжевая пряжа это основная и белая пряжа а также крючок номером два с половиной давайте начнем берем оранжевую пряжу делаем первую петельку и провязываем еще 3 воздушных петельки пропускаем через первую петельку делаем колечко и также через первую петельку делаем еще 6 столбиков после этого начинаем увеличивать до 25 петель в основании для этого мы одну петельку провязываем два раза 1 2 следующую петельку провязываем один раз теперь снова 1 2 следующую петельку один раз и так далее увеличиваем до 25 петелек после того как увеличили до 25 петель вяжем каждую петельку столбиком без накида 2 ряда для того чтобы запомнить где у вас начинается ряд можно продернуть ниточку другого цвета и когда довяжем мы ее обязательно уберем когда провязали два ряда берем черную пряжу и привязываем к оранжевой ниточке белую нитку можно уже убрать и начинаем вязать 1 черный ряд 2 оранжевых до 50 до 50 до 40 до 100 до 50 Mei сейчас редко вязать 1 чатерна 015 часов вязать 2 чатерна и pass в 3 чатерна 015 сантиметр 6 чатерна 13 чатерна 15 балл т 194 наполнения 15 балл вытянули черную петельку взяли оранжевую ниточку и протянули оранжевый тем самым поменяли цвет черную немножко подтяните а дальше продолжаем вязать оранжевый 2 ряда когда провязали 2 ряда снова вытянули 2 петельки а пропустили через них черную пряжу нам нужно связать чтобы было четыре черных полоски 1 у нас уже есть сейчас начну вторую и также буду менять с черной на оранжевую до четырех полос после того как провязали 4 черный ряд и протянули оранжевую ниточку через 2 черных петельки мы обрезаем черную нитку и привязываем ее к оранжевую после этого провязываем один ряд оранжевой пряжей сейчас наполняем тело синтепоном или синтепухом наполняем очень плотно чтобы он был достаточно твердый после этого начинаем убавлять петли для этого мы сначала провязываем один раз потом провязываем через петельку снова один раз и провязываем через петельку так мы убавляем до 10 петель после того как убавили до 10 петель дырочка стала очень маленькая мы провяжем один ряд получилось шея и теперь я буду прибавлять до 30 петель для этого я буду провязывать один раз петельку следующую петельку провяжу два раза снова один раз провязала следующую петельку два раза и так до 30 петелек по кругу после того как увеличили до 30 петель вяжем 9 рядов простыми столбиками без накида без прибавки прицепим ниточку постарайтесь чтобы она была сзади вот у нас видно как смещается ряд сюда прицепляем если у вас получилось лучше без смещения это очень хорошо так все вяжем 9 рядов после того как провязали 9 рядов наполняем синтепоном наполнили синтепухом и начинаем закрывать через одну петельку одну петельку провязали потом провязали через петельку и так до последней петельки и так до последней петельки когда осталась последняя петелька мы ниточку обрезаем и затягиваем затем пропускаем крючок сбоку вытягиваем сначала в бок хорошо затягиваем чтобы сверху было ровно потом снова запускаем сбоку крючок и уже окончательно прячем ниточку внутри у нас получилось тело вместе с головой сейчас начнем вязать лапки для того чтобы связать лапки нам понадобится белая пряжа и оранжевая начнем с белой набираем 4 воздушных петельки пропускаем через первую вывязываем столбик и также через первую провязываем еще 6 столбиков после того как провязали 6 столбиков через серединку мы начинаем прибавлять петельки по кругу до 15 петель для этого мы провязываем одну петельку два раза следующую петельку один раз снова два раза и снова один и так до 15 петель после того как вы набрали 15 петелек провязываем 3 ряда вверх по одному столбику в каждую петельку после того как вы провязали 3 ряда вытянули еще одну петельку обрезаем и меняем на оранжевую пряжу и пропускаем через петельки оранжевую пряжу прячем кончики ниток в лапку и туда же добавляем синтепуху после этого мы должны убавить до 10 петель для этого мы один раз провязываем потом через петельку один раз провязываем через петельку один раз через петельку считаем чтоб сильно быстро не закрывалась и вяжем вверх 12 рядов постепенно добавляя синтепуху потому что потом будет добавить проблематично когда лапка будет уже очень длинная после того как провязали 12 рядов наполнили хорошо синтепухом мы начинаем закрывать провязываем через одну петельку до закрытия обрезаем заводим крючок сбоку выводим подтягиваем и теперь прячем точно так же вяжем вторую лапку сейчас будем вязать нижние лапки берем снова белую пряжу и набираем 8 воздушных петель сейчас мы возвращаемся назад по воздушным петелькам столбиками пропускаем через краешек пропускаем через краешек одна петелька снова запускаем в другую петельку вторая петелька третья четвертая пятая пятая шестая это сбоку теперь в эту же петельку провязываем еще раз это верхняя будет петелька поворачиваем и снова провязываем в эту же петельку еще раз два во вторую петельку три четыре пять шесть у нас получается вот такой овал мы должны связать ступню в эту же петельку проводим еще раз тем самым прибавляем потом в следующую петельку тоже два раза провязываем чтобы она у нас не поднималась вверх потом в каждую петельку доходим до краешка до уголочка провязываем два раза потом в серединке один раз из другого уголочка снова два раза тем самым мы увеличиваем и увеличиваем до двадцати двух петель вяжем все время по кругу прибавляем с уголков после того как вы набрали двадцать две петли вывязываем столбики без накида в каждую петельку тем самым вязание будет подниматься вверх и нам нужно связать три ряда вверх после того как провязали три ряда вверх примерно с середины начинаем убавлять сзади пяточку не трогаем не убавляем а спереди лапку начинаем один через одну петельку в следующую провязали два раза убавили подряд одну провязали нам нужно убавить до десяти петелек но так чтобы убавка была только с одной стороны чтобы получился как тапочек вот получается с одной стороны убавляем пяточку провязываем не убавляем и снова убавляем провязываем через одну провязали посчитаем петельки убавляем последнюю и наполняем синтепухом очень плотно зацепляем следующую петельку обрезаем нитку и привязываем оранжевую пропускаем через две петельки оранжевую теперь вяжем вверх 12 рядов постепенно наполняя синтепухом с другой стороны с другой стороны и теперь вяжем вверх 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 После того, как провязали 12 рядов, хорошо наполнили синтепухом, начинаем закрывать. Провязываем через одну. До одной петельки. Обрезаем. И затягиваем. Сначала выводим сбоку. Теперь прячем вовнутрь. Вот такая ножка получилась. Вытянутая вперед. Точно так же вяжем еще одну ножку. Сейчас мы свяжем хвостик. Для этого мы возьмем сначала белые нитки. Кончик хвоста сделаем белым. Наберем 4 воздушных петельки. Теперь пропустим через первую петельку. Сделаем колечко. Сейчас в серединку провяжем еще 6 столбиков. Теперь увеличиваем до 10 петель. провязываем 2 раза одну петельку. Потом просто провязали. Следующую петельку снова 2 раза. и посчитайте. Мне нужно добавить еще 2 петельки. Чтобы получилось 10. Поэтому я также через одну добавляю. И сейчас без прибавок провязываем столбиками. Когда немного провязали. У нас получился маленький кончик хвостика. Мы меняем. Отрезаем белую нитку. И подвязываем оранжевым. Провяжем 2 ряда оранжевым. Простыми столбиками. После того как провязали 2 ряда. Подвяжем черные нитки. Обрезать не будем. Просто привяжем. Черными нитками вяжем 1 ряд. Пропустили 2 черных петельки. И провязали через них оранжевую. Сменили нитку. Вяжем снова 2 ряда оранжевым. Хвост мы наполнять синтепоном не будем. Он должен быть у нас мягкий. хорошо сгибаться. Поэтому вяжем просто нитками. Без наполнения. Подойдет нам такой хвост или нет. Для этого нужно примерить к игрушке. Да, вполне достаточно. Поэтому сначала я обрезаю черную ниточку. Привязываю ее к оранжевой и прячу вовнутрь. И начинаем закрывать. Провязываем через одну. Постепенно уменьшаем. Отрезаем нитку не слишком коротко. Затягиваем. И прячем внутри. Сначала вводим вбок. Подтягиваем. И прячем. Вот такой хвостик получился. Полосатый. Сейчас мы свяжем мордочку для тигренка. Для этого беру белую пряжу. Набираю 4 воздушных петельки. Пропускаю через первую делаю колечко. Через серединку провязываю еще 6 столбиков. После этого начинаю делать прибавки до 20 петелек. Прибавляем через одну. Один раз просто провязали. Следующие два раза. После того как мы набрали 20 петелек, я провязала еще один рядок, чтобы получился небольшой объем. И дальше не провязываем. Мы будем пришивать и стягивать по серединке. На этом я закончу. Обрежу ниточку. Затяну. И затяну. Сейчас мы свяжем еще кругленькие ушки. Они будут небольшие и круглые. Делаем 4 воздушных петельки. Раз, два, три, четыре. Пропускаю в первую. И в эту же первую делаю еще раз, два, три. Еще три столбика. У меня получится раз, два, три, четыре петельки. Теперь возвращаюсь назад по этим же петелькам. Раз. В каждую по два столбика. Два. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Один. Один. Два. Один. И еще в краешек сделать. Одну петельку. Вот такое ушко получилось. Примерим все. Такое будет очень хорошо. Обрежем. И затянем. Вяжем второе ушко. Два уха. Сейчас будем сшивать. Берем нитки лучше всего в цвет. Большую иголочку подлиннее. У меня есть вот такая большая игла. Сейчас мы пришьем сначала нижние лапки, потом верхние. Берем нижние лапки, пропускаем изнутри, чтобы узелок у нас спрятался. Прикладываем. Можно приколоть иголочками. С одной стороны. С другой стороны. И теперь большой иголкой протыкаем. Делаем несколько стежков через всю игрушку. Можно пришить пуговицы. Будут тогда пуговки с двух сторон. Но мне больше нравится, когда без пуговиц, без лишних мелких деталей. Чтобы дети могли как самые маленькие играть, так и большие. На ниточном креплении ручки и ножки тоже будут подвижные. Иголки я убрала и снова протыкаю. Прикладываем. Когда уже хорошо все пришили, проверили, двигаются лапки. Чудесно. Протыкаю и вывожу изнутри лапы. И узелок делаю тоже внутри. Раз, два, три. И еще. Обрезаем. Вот так уже он может у нас сидеть, наш тигренок. Меняем ниточку. Теперь также смотрим, где у нас немножко съезжает нитка. И протыкаем изнутри. Теперь прицепляем иголочками. И протыкаем. Если игрушка набита хорошо, сама набивка не позволит сильно стянуть. Но ручки будут пришиты очень крепко. Иголочки можно уже убрать, которые мешают. И дальше продолжаем пришивать. Обязательно насквозь. Тогда фигурка будет подвижной. Все, когда плотно все пришили, протыкаю. Вывожу сбоку немножко. И делаю узелок. Берем иголочку потоньше, маленькую. Белые нитки. Чтобы пришить мордочку. Беру небольшое количество синтепуха. Кладу вовнутрь. Спрятали узелок. И по кругу захватываем голову и мордочку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Когда закончили прошивать по кругу, сделали узелок. Вывели ровно в серединку. Можно другую ниточку взять. Можно эту же самую. Тоже сделали узелок. И нам нужно стянуть нашу мордочку. Мы ее набросили ниточку и подтянули. Подтянули посильнее. Сразу поправляем форму мордочки, чтобы она была с двух сторон одинаковая. И еще несколько раз прошьем. После того, как все крепко затянули, выводим вниз и делаем узелок. Снова берем белые нитки. Делаем узелок. Будем стягивать лапки. Прячем узелок внутри. Не по центру, а немножко с краю. Подтягиваем. Заводим снова в то место, где у нас был узелок. Несколько раз хорошо стягиваем. С одной стороны. Потом заводим снизу и выводим с другой стороны. И тоже делаем. Таким образом делаем пальчики на лапках. Выводим внизу, вбок и делаем узелок. Сразу не обрезаем, снова выводим. Потом аккуратно обрезаем. И вот такая объемная лапка получается. Сейчас тоже самое делаем на всех остальных лапках. На нижних лапках тоже так же делаем. Снизу заводим с узелком. Только старайтесь не к самому краю немножко отступить. И несколько раз продеваем, чтобы получился пальчик. Продолжение следует. Вот такие лапочки получились с пальчиками. Не бесформенные, кругленькие, а уже похожие на тигринные. Сейчас берем оранжевые нитки. Тоненькие. И будем пришивать хвостик. Ищем место для хвостика. Это на уровне лапок. Примерно. Так, до bardения. До свидания. Ум allowайте у меня на Euch 셀 к ridículo. До свидания. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так его можно и загнуть, и загнуть, чтобы он был помягче. Берем ушки. Тоже примерно сначала мы их прицепим. Можно на иголочке. И теперь пришиваем, прячем узелок и по краешку пришиваем. Сразу, чтобы нам не мешались ниточки от этого уха, прячем их внутри головы. Пришиваем второе ухо. Вот такие ушки получились. Глазки и носик при желании можно приклеить или пришить. Я больше люблю вышивать, чтобы твердых предметов на игрушке не было. Я взяла простые черные нитки. Узелок я не делала. Несколько раз сначала. Заведу место носика. Потом протыкаю и провожу в то место, где должны быть усы. Делаем один носик. Выводим. Второй. И третий. И с другой стороны три усика. Выводим. И на месте, где нос, делаем столько стежков, сколько необходимо. Чтобы у нас получился черный нос. Когда уже ниточка закончилась и носик мы сшили, мы выводим снизу и обрезаем. Снова вставляем и делаем глазки. Когда доделали один глазик, протыкаем с другой стороны в таком же месте. Примерно столько же отступив от носика. Чтобы расстояние было одинаковое. Ремочки пок ve claim. Примерно уже перечислилась. вот такая мордочка получается берем иголку с большим ушком и вставляем шерстяные нитки черные проткнем где лоб узелка на нитке нет поэтому аккуратно подтягиваем и заводим еще раз второй раз выводим только чуть шире и выше нитку следующие тоже два раза стараемся аккуратно чтобы не стянуть полосками голову третий раз теперь выведем сбоку с одной стороны выведем с другой стороны примерно так же раз два три раз два три сразу распрямляем голову немножко приплюсни и Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»